Здравствуйте! Это Хлебный край. Программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. За последние десятилетия промышленное птицеводство в Алтайском крае прошло технологическую модернизацию. Это позволило фабрикам задать неплохие производственные темпы. Сегодня в крае действуют 10 птицефабрик. Из них 5 яичного направления и 5 специализируются на производстве мяса птицы. Лидером по производству яйца является птицефабрика Комсомольская Павловского района. По производству мяса кур – алтайский бройлер Зонального района. Сложно ли конкурировать с этим предприятием в новых экономических условиях? Поговорим об этом с нашим экспертом. Сегодня у нас в студии доктор сельскохозяйственных наук, профессор Алтайского государственного аграрного университета Владимир Хаустов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, вот сколько времени вы как ученый занимаетесь темой птицеводства? С 1978 года, после окончания Алтайского сельскохозяйственного института, ныне Алтайский государственный аграрный университет, я начал заниматься в плане научной работы, учебной работы птицеводством. И вот по настоящее время. За это время окончил аспирантуру в Москве, защитил кандидатскую диссертацию, тоже в плане научных разработок в области птицеводства. Затем вернулся на Алтай, снова научная учебная работа в этом же направлении птицеводства, защитил докторскую диссертацию. Ну, научные интересы в птицеводстве – это использование различных кормов, новых, нетрадиционных кормов в птицеводстве. Испытывали, например, в рационах птиц на комсомольской птицефабрике, допустим, яйца, артемии, там, на других птицефабриках, циолиты, минеральные подкормки, ну и много других кормов. В том числе, ныне актуальным стало пробиотики, которые используются вместо антибиотиков. Владимир Николаевич, ну, насколько я понимаю, что вот эта современная модернизация, она прошла на Ваших глазах, получается? Да, ну, это, получается, 70-е, 80-е годы, и вот по настоящее время, конечно, птицеводство развивалось, ну, по кривой, можно так сказать. С развалом Союза резкий спад произошел поголовье, 90-е годы, начало 90-х годов поголовье, производство, продуктивность продукции птицеводства. Но, к счастью, птицеводство первым вышло из кризисной ситуации, из других отраслей животноводства, и с начала 2000-х годов снова пошел стабильный рост, устойчивый рост и поголовье, и продуктивности птицы, ну и, соответственно, продукции птицеводства, то есть яиц и мясо птицы. И вот за это время, с 70-х годов, по настоящее время, вот основной прорыв произошел в увеличении продуктивности птицы. Вот я сравню 70-е, 80-е годы, если сравнить, то, допустим, яйценоскость, важный показатель продуктивности птицы, составлял, в лучшем случае, 240-250 яиц за год от несушки. Сейчас у нас по краю, вот за прошлый год, 314 яиц на несушку. То есть цифры, ну колоссальный, вот научно-технический прогресс произошел в продуктивности. Взять мясное птицеводство, допустим, бройлеров откармливали в 70-е, 80-е годы до 60, то есть до двух с лишним месяцев, 60-70 дней. Живая масса в убойном возрасте доходила в районе, ну очень хороший показатель был полтора килограмма. Затраты корма на килограмм прироста, очень важный показатель, составляли около трех килограмм на килограмм прироста. Сейчас по мясному птицеводству, вот в том числе алтайский бройлер, от корма идет 37-38 дней бройлеров. И живая масса более двух килограмм в убойном возрасте. И затраты корма в районе 1,7 килограмма на килограмм прироста. То есть вот эти цифры свидетельствуют и продуктивности, и яичный и мясной свидетельствуют о высоких. Это вообще на уровне мировых стандартов идет. То есть у нас... Получается, что наше птицеводство, алтайское, оно в принципе конкурентно способно уже на данный момент? Абсолютно, да, абсолютно. Также и не только Алтайского края, вообще птицеводство России, значит, оно находится на очень высоком уровне в плане показателей, производственных показателей. Владимир Николаевич, вот смотрите, а какие задачи сегодня стоят перед нашим алтайским птицеводством? Какое направление развития видят ученые? Что дальше? Ну, я считаю, что надо продолжать увеличивать производство продукции птицеводства и яиц, и мясо птицы, потому что мы не должны замыкаться только на своем регионе. И алтайский бройлер, который самый мощный комплекс за Уралом, он, насколько мне известно, тоже ориентирован на поставку продукции в другие регионы и даже за рубеж на экспорт. Конечно, надо бы развивать и другие отрасли птицеводства, индейководство, гусеводство, которое в большей мере занимается населением, а птицеводческих хозяйств, которые бы занимались гусеводством, у нас в Алтайском крае практически нет. Рацион, вот в первую очередь для птицы, должен быть сбалансирован. Там балансировка рациона для птицы идет, ну, я считаю, что лучше, чем сам себе человек обеспечивать продуктами питания. Рацион балансируется по всем основным питательным веществам. Энергия, протеин, белки, жиры, клетчатка, минеральные вещества, аминокислоты, весь набор витаминов, микроэлементов жестко балансируется. Потому что если птицы что-то, мы бы не достигли этих показателей, если бы у нас кормление не находилось на высоком уровне. А вот в плане улучшения, о чем мы говорим, вот этих кормлений, попытаться использовать какие-то другие корма, это актуально, значит, о чем я уже говорил, пробиотики. Пробиотики в плане того, чтобы экологическая продукция у нас получалась от птиц. Этим занимаемся, я думаю, что со временем на эти пробиотики, использование их широко, птицеводство придет все-таки. Здесь есть три основных причины увеличения вот этой продуктивности и то, что мы не отстаем промышленному птицеводству от уровня мировых показателей. Первое. Это используются современные кроссы птицеводствия. Это вот что-то такое, ну, называют порода. Порода – это неправильно. Значит, наушное определение – кросс. Кросс – это птица, полученная от скрещивания двух или более сочетающихся линий. Вот. То есть из нескольких линий проявляется эффект гетерозиса, то есть повышенная продуктивность, вот, допустим, конкретно у цыплят, бройлеров или там у кур несушек, если это мы получаем пищевое яйцо. То есть используются современные кроссы, которые выведены в селекционных центрах, постоянно с ними ведется работа. И наши хозяйства, птицефабрики, они постоянно должны иметь подпитку вот этих кроссов на уровне родительского стада с этих племьзаводов. Вторая причина – это четкая организация нормированного кормления. Об этом мы уже говорили, что все основные питательные, биологически активные вещества жестко балансируются в рационах птиц. И от этого никакого отклонения не должно быть во время кормления, иначе мы такой продуктивности не получили бы. И третье – это содержание. Сейчас применяется на птицефабриках, вот я уже говорил, высокий уровень автоматизации, механизации производственных процессов. Птичники жестко контролируются световой режим, например. Птица очень реагирует на продолжительность и интенсивность освещения. Затем температурный режим. Жестко выдерживается, неважно, что у нас за птичником лета, зима или осень. Птичники должны быть оптимальной температуры, необходимой для данного возраста, кросса и так далее. Содержание вредных газов, то есть вентиляция. И все это стало регулироваться с помощью компьютера. То есть можно отрегулировать поступление свежего воздуха, удаление отработанного воздуха. Световой режим также жестко регулируется. Подача воды, подача корма. То есть содержание для птицы создаются наиболее комфортные условия. И вот в итоге эти три причины высоких показателей – современные кроссы, кормление, содержание – и вот обеспечили такой высокий подъем продуктивности птицы. И в яичном, и в местном птицеводстве. Ну, отлично. Очень интересную информацию вы нам рассказали. Спасибо, что были у нас в студии. Всего доброго. Спасибо. Технологии точного земледелия начали применяться за рубежом в 90-х годах прошлого века. И вот уже более 20 лет они активно используются в Европе, США и Китае. В Германии, например, их внедрили около 80% сельхозтоваропроизводителей. Эксперты отмечают, что сейчас точное земледелие стало востребовано в Южной Америке, а в Бразилии вообще переживает настоящий бум. Внедрение точного земледелия в России идет пока в единичных хозяйствах. Хотя наслышаны об этих технологиях все. Кто-то даже пробует установить на своей технике автопилоты. Однако мало кто отваживается на полномасштабное применение точного земледелия. В Алтайском крае такие люди тоже нашлись. Познакомимся с ними в следующем сюжете. Сто лет назад крестьяне, обрабатывая землю, запрягали коня и шли за плугом. Применение трактора позволило увеличить производительность труда в десятки раз. Сегодня, в 21 веке, развитие компьютерных технологий, систем связи и глобального позиционирования, автоматизация сельскохозяйственных машин привело к очередному техническому рывку. Изначально мы услышали о параллельном вождении. Это было где-то в 2009 году. В 2010 году компания «Геотех» предложила свои услуги. То есть установка на наш трактор «Челленджер Е75-500 Тримбл» с резистиром. Это подруливающее устройство. В тот год сельхозпредприятие «Альтаир» Локтинского района сеяло озимую рожь. Результаты поразили. Мы посчитали, что у нас, на нашу посевную площадь, мы деньги, которые затратим на приобретение этой системы, мы отбиваем за один год. Получается, после посева озимой рожи мы оплатили деньги в компанию. И с этого началась наша история по параллельному вождению. Параллельное вождение – только один из элементов точного земледелия. Надо, наверное, говорить сегодня не просто о точном земледелии, а вообще о комплексе технологий. Вот мы сегодня провели анализ итогов 2015 года. И когда мы смотрим, что сегодня затраты на гектар, они сложились сегодня в пределах 7 тысяч рублей, это примерно где-то на 30% больше, чем они были в 2014 году. В 2015 году расходов аграриям добавило ранее начало зимы. Тем не менее, в целом анализ затрат, составленный главным управлением сельского хозяйства Алтайского края, заставляет задуматься. В предприятиях, работающих по привычным технологиям, затраты на горючее оказались 17% от общих. А вот в хозяйстве Октябрьское зонального района, где применяют систему точного земледелия, этот показатель в пределах 9%. Это не экономия затрат. Мы всегда говорим, что это оптимизация затрат. Еще в одном хозяйстве Локтевского района навигационное оборудование установили на тракторы 4 года назад. Когда все сядешь, посчитаешь, это буквально окупается все за год, за полтора. Все. Здесь даже думать не нужно. Сергей Пономарев – механизатор со стажем. В полях отработал уже четверть века. Побывал за управлением и Т-4. Намного легче работать на этом подрулющем устройстве. Особенно, когда вот как сейчас пыль, маркер резал, черту ее не видно, останавливаешься, виляешь там туда-сюда. А этот идет сам по себе и все. Ровно. Без пересева. Производительность совершенно другая. Место там, например, в сутки 70 гектар делают до 95. А это все сроки. И работает она все на отечественной технике. В этом году, благодаря хорошим темпам сева, в конце мая фермер Юрий Грищенко уже оценивал всходы на своих полях. Жесткие природно-климатические условия Локтевского района, видимо, стали для местных Ахдариев серьезным стимулом для поиска передовых технологий, которые позволили бы и на этих землях выращивать стабильный урожай. Технологию точного земледелия здесь применяют несколько фермеров и крупных хозяйств. Грамотно использовать запасы влаги в степи самое важное условие будущего урожая. В хозяйстве Альтаир уже несколько лет применяют идеально подходящую для этой зоны систему земледелия наутил. Вот на поле, покрытом пожневными остатками, земля сохранила влагу, несмотря на постоянные суховеи. А здесь у дороги им почва раскалена от полуденного солнца до 60 градусов. Внедрение точного земледелия в хозяйстве стало следующим шагом интенсификации зернопроизводства. За пять лет навигационное оборудование было поставлено на все тракторы. У нас пять пассивных комплексов, это по зерновым, зернобобовым, и три пассивных комплекса по пропашным культурам. И все эти комплексы у нас оснащены тримболом. Работа системы точного земледелия начинается с того, что трактор определяет свое местонахождение с помощью GPS-навигации. Мы задаем параметры трактора, параметры ширину захвата сейлки, отбиваем прямую линию, и потом в течение всего времени трактор ходит по этой линии, не сбиваясь с маршрута. Программное обеспечение тримболом дает точную картину того, как идет работа на поле. В том числе и рассказывает, сколько гектаров обработано в течение рабочей смены каждым механизатором, с какой скоростью двигался трактор. Эту информацию можно сохранить на флеш-носителе или передать через модем сразу в базу данных. И затем специалистами хозяйства использовать для проведения анализа. Подход совершенно другой подход. Техник отвечает за это, а не человек уже. Ну и люди стремятся к этому. Это же все-таки новое. Больше притягивает молодежь. Хотя у нас как и молодежь, так и уже зрелые люди работают с этой системой. Все у них получается. Алексей Митин работает механизатором в хозяйстве 4 года. Будущую профессию определил еще в детстве, когда вместе с отцом ездил в поле на тракторе. В семье даже сложилась династия. Дед по отцовской линии он работал, и по материной линии дед тоже он работал. Там ДТ-75 они работали. Ну старая вся техника. Т-4 сейчас удивляются. Вон какая сама ездит, сама рулит. Все, у них-то такого не было. Первый уровень новой системы, параллельное вождение, в этом локтевском хозяйстве освоили. Если сравнить с полями хозяйств, где работают по старинке, разница заметна уже по всходам. Поэтому сегодня в Альтаире примериваются, как дальше использовать возможности новой технологии. Допустим, если посевные комплексы точного высева, когда мы работаем по диагонали, или там климтом произошел, то есть, чтобы не было пересева, каждая катушка отдельно отключается. А вот дифференцированную обработку гербицидами с помощью системы точного земледелия уже опробовали. В технологии прямого посева установка Витсекер производит локальное опрыскивание ими сорняков. На этом сенсоре, вот здесь вот снизу есть линза, которая испускает инфракрасный свет. Свет отражается от зеленого растения, поступает опять же на сенсор, и команда сенсора идет на форсунку. Форсунка открывается в том месте, где у нас находится зеленое сорное растение. На этом поле, где проводился посев проса, несколькими днями ранее была проведена обработка с применением препаратов сплошного действия. По словам Александра Казначеева, экономия глифосата составила около 60%. Не буду скрывать, система достаточно дорогостоящая. Но все ее преимущество заключается в том, что эту систему можно сформировать под любую ширину захвата агрегата. То есть один датчик захватывает 35 сантиметров ширины. Поэтому вот из таких вот датчиков может быть скомплектована любая ширина захвата опрыскивающего агрегата. Точное земледелие применили также в процессе внесения гербицида на почву. Причем уже в агротехнологии стриптил. Ее освоение в хозяйстве ведется с 2011 года. Оказалось, что для нее параллельное вождение просто необходимо. Мы с осени делаем полостную обработку почвы по навигации тримбл. Также осенью мы вносим удобрение на 15-20 сантиметров, нужное количество. И весной заезжаем и уже непосредственно в эти полоски сеем подсолнечные. Как подсолнечник, так же как грузу. Впоследствии эти посевы обрабатывают еще раз навесным опрыскивателем. Благодаря параллельному вождению колеса трактора идут ровно по стерне, не притаптывая растения. С каждым годом мы все больше изучаем точное земледелие и понимаем, что оснащение, то есть посевной техники это как бы маловато. И мы сейчас уже устанавливаем систему тримбл, картирование урожайности на комбайны. И завтра поменяется агроном, поменяется механизатор, но все те данные, все те знания, которые были получены, они будут сохраняться. К сожалению, в последние годы не всегда есть возможность у предприятий, приходя на новые земли, поднять информацию, что там делать за последние 3, 5, 6, 10 лет. А это поля Алтайского НИИ сельского хозяйства. На них опыты с применением технологии точного земледелия проводятся под пристальным вниманием ученых. Мы, как компания, предлагающая оборудование, не можем сегодня в полной мере обеспечивать научное обеспечение хозяйств. Для этого был создан совместный центр, он называется Центр точного земледелия «Геллюс», где совместно с учеными Алтайского НИИ сельского хозяйства по разным направлениям, ну, основные, это, конечно, защита растения и питание растений, мы отрабатываем элементы точного земледелия как в институте, так и в тех хозяйствах, с которыми мы сотрудничаем. Эти посевы яровой твердой пшеницы неоднородны по окраске. Причина – в разном содержании в почве азота. Она может колебаться от очень низкой до очень высокой обеспеченности на одном и том же поле. И наша как раз задача – выявить такие участки с различным содержанием и уже внести минеральных удобрений столько, сколько это надо. Ученые согласны, что одним из направлений решения этих задач является точное земледелие. Есть участки, которые изначально низкопродуктивны. Это языки солонцов, солончаков. Вот здесь тоже не стоит нести затраты, потому что сколько бы мы ни вносили, эффективность применения советской организации будет очень-очень низка. Одним словом, система точного земледелия создает максимально идеальные условия для произрастания сельхозкультур. При нормальных, благоприятных условиях развития каждый стебель, который сформировался из узла кущения, он даст колос. И вместо одного стебля и колоса мы получим три, а может быть четыре стебля. То есть вместо 24 зерен мы можем получить 24 плюс 40 – 64. Вот эта арифметика и есть смысл всех усилий аграрии. В Алтайском крае уже давно нет брошенных земель. Башня занимает 5,5 миллиона гектаров. Перед сельским хозяйством региона поставлена стратегическая задача нарастить объемы производства зерна до 7 миллионов тонн к 2020 году. Очевидно, что выполнить ее возможно будет только с использованием современных технологий. О людях, которые сегодня являются продолжателями трудовых традиций наших почетных земляков. Далее в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно рассказать сегодня о достойных людях, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у которых в эти дни свой собственный праздник. 27 июля день рождения отметил Алмазбек Амурбаев, скотник хозяйства «Восток» Локтевского района. Общий стаж работы у него более 25 лет. Он входит в число победителей краевого трудового соревнования ВПК. В этот же день поздравления принимала Эльмира Суховская, оператор машинного доения коров хозяйства «Славгородская». Благодаря опыту и профессионализму она обеспечивает высокие показатели по продуктивности в своей группе коров. Для именинников в программе выступления Алтайского коллектива. Где облепиха над рекой в красе прощальной свой костер зажгла, где было счастье, где было лихо, осталась где моя душа. Это золото, это золото, наше золото, мой Алтай. Золото, это золото, наше золото, наше золото, наше золото. Золото, это золото, наше золото, наше золото. Золото, это золото, наше золото, наше золото. Золото, наше золото, наше золото, наше золото. Золото, мой Алтай. Все, что в памяти сердцу дорого, Запобедный мой дивный край. Бой. Это золото, это золото, наше золото, наше золото, мой Алтай. Снежно памяти сердцу дорого, Самобедный мой дивный край. Мой дивный край. На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания.